Вести Карачаева, Черкесия 200 жителей республики направлены на профессиональное обучение и дополнительное образование в рамках нацпроекта «Демография». В Черкесске прошел международный форум «История Кавказоведов. Народы Кавказа в XVIII-XXI веках. История, политика, культура», посвященный столетию образования СССР. И Республиканская государственная национальная библиотека имени Халиман Пайрамуковой отмечает свой вековой юбилей. Далее об этих и других темах подробнее. Руководитель региона выразил искренние соболезнования жителям Ейска Краснодарского края, которые потеряли близких в результате падения военного самолета рядом с жилым домом. В тексте говорится «От всех жителей Карачаева, Черкесии и от себя лично выражаю искренние соболезнования. Мы скорбим вместе с вами. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим, которые находятся в больницах». «Хочу также выразить слова поддержки губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Карачаево-Черкесия готова оказать всю необходимую помощь». Закончился текст Рашида Темрезова. Министр сельского хозяйства Республики Анзор Боташа вручил почетные грамоты за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Карачаево-Черкесии в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, заместителю генерального директора по производству Игорю Шикину и садовнику Александре Мирониченко компании «Сады Карачаево-Черкесии». «За минувшие годы мы совершили огромный рывок в области садоводства, растет урожайность в наших садов. Причина этому не только благоприятные климатические и логистические условия, но и в первую очередь высококвалифицированные специалисты в области садоводства», – сказал Анзор Боташев. В многоэтажных домах Черкеска стартовал отопительный сезон. Подключать дома и учреждения города к теплу будут поэтапно в течение этой недели. Каждый день коммунальные службы будут запускать отопление в 200 домов. Об этом сообщил начальник производственно-технического отдела компании «Тепловые сети Черкеска» Вячеслав Аверченков. «Топительный сезон в городе Черкесске, согласно распоряжению мэрии муниципального образования города Черкеска, начался 17 октября. В соответствии с утвержденными графиками управляющих компаний и ресурсоснабжающей организации, в данном случае это ООО «Тепловые сети», осуществляется подключение многоквартирных домов. Многоквартирные дома находятся в зоне обслуживания управляющей компании. Все инженерные сети, в том числе тепловые сети внутри дома. Поэтому подключением данных домов занимается внутри дома управляющая компания. Наш ресурс, это теплоноситель в виде горячей воды, подается до границы раздела. Там, где централизованное горячее водоснабжение осуществлялось от ООО «Тепловые сети», ресурс уже находится внутри дома. Поэтому управляющей компании необходимо открыть контур отопления в соответствии с утвержденными требованиями выполнить сброс воздуха из системы, проверить работоспособность всех приборов отопления, тем самым уходить из дому. Ну, то есть запустить дом и уже заниматься подключением следующего объекта. В этом году республика получит около 53 миллионов рублей с федерального бюджета на возмещение части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. В Карачаево-Черкесии подготовлены дополнительные пункты временного размещения граждан для проживания 500 человек. Они развернуты в гостиницах курортных поселков Тиберды и Домбая. В настоящее время все организационные вопросы решены, помещения готовы к размещению. Региональные власти учли равность комфорта условия проживания, близость к школам, детским садам и медицинским учреждениям, чтобы люди смогли максимально удобно организовать свой БЭТ. В следующем году в Карачаево-Черкесии планируется создать еще три молодежных проектных офиса. Задача проектного офиса и экспертов Росмолодежи – дать возможность сформировать навыки в сфере социального проектирования, бизнес-планирования и публичных выступлений. Об этом сообщил советник министра по делам молодежи республики Расим Попшуов. В данный момент идут территориальные рассмотрения, а так мы хотим развивать не только город Черкесск. Вот это большая проблема, когда только в одном городе сосредоточены все ресурсы. Мы хотим открывать такие площадки, как и в городе Карачаевск и в муниципальных деток. Много людей выпадает из этого процесса. Человек после учебы, после работы вечером сел и для себя такой небольшой досугу строил, там посидел, поработал. И для жителей города Черкеска, естественно, это удобно, там приехал в офис, посидел, поработал, добраться до дома недалеко. Но если мы там, например, рассматриваем ребят, которые каждый день ездят, им, естественно, неудобно оставаться, задерживаться. Поэтому мы хотим в долгую сыграть и открывать такие точки и в муниципалитетах тоже. Наша республика вошла в список пилотных регионов, на территории которых будет реализован новый федеральный проект, направленный на обучение и поддержку молодых ребят с уникальными бизнес-идеями. Им помогут усовершенствовать свои проекты и привлечь в них инвесторов. Кто может принять участие в проекте, будущим предпринимателям объяснили в Черкесске на специальной инвестиционной сессии. Подробности сообщил заместитель министра по делам молодежи Расул Найманов. Мы очень рассчитываем на то, что это событие станет одной из отправных точек по направлению развития молодежного предпринимательства. И уже в следующем году, когда мы покажем вот этот первичный результат, мы будем рассчитывать на то, что уже будет больше акцента сделано. Почти 400 жителей республики направлены на профессиональное обучение и дополнительное образование в рамках нацпроекта «Демография». Среди них жители Карачаева-Черкесии в возрасте 50 лет и старше, граждане предпенсионного возраста, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, и мамы с детьми до 7 лет, а также молодежь до 35 лет и безработные граждане, состоящие на учете в органах службы занятости. Программа бесплатного переобучения будет продолжена и в следующем году. На эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 8 миллиардов рублей. В Карачаево-Черкесии продолжается прием заявок на конкурс «Лучший социальный проект года». Принять в нем участие и подать свою заявку, необходимой до конца октября этого года. Об этом рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Джамиля Карасова. «Он реализуется с 2015 года в каждом субъекте Российской Федерации. Сейчас проходит региональный этап, и до конца октября мы принимаем заявки на этот конкурс. Конкурс пройдет по следующим номинациям. Это поддержка и реабилитация людей с ограниченными возможностями. Это здоровый образ жизни людей, спорта, доп. образования, воспитания детей. Это социальное обслуживание, это и сфера социального туризма, культурно-просветительская деятельность и обеспечение людей социально уязвимых слоев населения. Победители регионального этапа получат ценные призы и дипломы, а также будут рекомендованы и участниками станции федерального этапа всероссийского конкурса. Заявку можно разместить на сайте «Лучший социальный проект года» или же обратиться в центр «Мой бизнес», а именно в центр «Инновации социальной сферы» по адресу Ленина, 53. Республиканская государственная национальная библиотека имени Халимат Байрамукова отмечает свой вековой юбилей. Она прошла славный исторический путь от маленькой библиотеки до главной библиотеки Карачаева-Черкесии с книжным фондом, насчитывающим более 380 тысяч экземпляров документов. Располагает ценным собранием краеведческой литературы на абазинском, карачаевском, нагайском, русском и черкесском языках. Библиотека располагается в здании, построенном в 1962 году. Это одно из красивейших зданий республики и является памятником истории и культуры. Сегодня библиотека является не только местом образования и культурного досуга жителей республики, но и центром общественно-политической жизни всей республики. Здесь проходят вечера встречи с поэтами и писателями региона, научно-практические конференции, организуются выставки-просмотры по определенной тематике, презентации с приглашением почетных гостей и заслуженных деятелей культуры и искусства республики. Посетители Республиканского государственного историко-культурного и природного музея-заповедника, побывавшие в его филиалах с 16 по 30 октября включительно, смогут принять участие в конкурсе «Карачаево-Черкесия. Моя дружная семья». Он приурочен ко Дню Отца, который учрежден в прошлом году по инициативе «Единой России» и отмечается в 3 воскресенье октября. Для участия в конкурсе необходимо отправить на почту в музей09собака.ru фото или минутное видео со своей семьей, сделанное в ходе посещения одного из филиалов музея-заповедника. Победители будут определены 31 октября по итогам голосования в социальных сетях музея-заповедника. Перемещение зерна от поля до конечного продукта контролирует региональный Россельхознадзор. По данным ведомства, Карачаево-Черкесия за месяц поставила в соседние субъекты страны почти 10 тысяч тонн зерна. Об этом сообщила старший государственный инспектор Северокавказского межрегионального управления Россельхознадзора Зинаида Исаева. В Северокавказском межрегиональном управлении Россельхознадзора проконтролированы парки под карантинной продукцией при вывозе с территории Карачаево-Черкесской республики в регионы Российской Федерации. В Краснодарский край направлены парки продовольственной пшеницы в объеме около 6 тысяч тонн. Почти 4 тысячи тонн фуражной пшеницы отгружено в Ставропольский край. В Краснодарский край и Республику Крым направлены семена азимовая чмья сорта луран. Отгрузка производилась автомобильным транспортом в сопровождении карантинных сертификатов, выданных Управлением Россельхознадзора после установления соответствия продукции фитосанитарным требованиям. Уже в эту пятницу в Карачаево-Черкесии пройдет всероссийская акция «Сохраним лес», в рамках которой будет высажено несколько сотен тысяч саженцев клёна, бука, дуба, березы и ясеня на площади более 10 гектаров. Акции пройдут на территории ряда муниципалитетов. Желающие принять участие в масштабной акции могут зайти на официальный сайт сохранимлес.рф, где размещена карта с информацией о локациях и подать заявку на участие. Комментирует информацию советник министра природных ресурсов и экологии Медина Буташева. Акция стартует в Карачаево-Черкесии с 13 октября. Центральное мероприятие пройдет 21 октября, в рамках которой будет высажено чуть более 7 тысяч саженцев различных пород деревьев на общей площади более 10 гектаров. Местом проведения центральной акции станет территория Зеленчукского лесничества в окрестностях аула Козылоктябрь, где участниками акции будет проведена высадка 600 саженцев различных пород деревьев, в том числе посадка 100 саженцев сосны в честь столетия республики. Акции пройдут на территории ряда муниципалитетов. Любой желающий принять участие в масштабной акции может пройти на официальный сайт акции сохранимлес.рф, где размещена подробная информация о локациях, а также инструкция по подаче заявок на участие. На базе Северокавказской государственной академии прошел 9-й международный форум истории кавказоведов «Народы Кавказа в 18-21 веках. История, политика, культура», посвященный столетию образования СССР. В мероприятии приняли участие около 100 научных работников, преподавателей, сотрудников музеев из различных регионов России и зарубежных стран. Они обсудили актуальные проблемы современного кавказоведения, опыт национально-государственного строительства в регионе, социально-экономические, общественно-политические и демографические процессы на Кавказе, социокультурные преобразования и религиозную политику. В республике продолжается прививочная кампания против гриппа к предстоящему эпидемическому сезону. На сегодняшний день провакцинировано более 93 тысяч жителей республики, из них 34 тысячи – это дети. Всего в этом эпидемическом сезоне планируется привить около 60% населения. Во уликах Миномост продолжаются ремонтные работы на мосту через реку Кубань, который был разрушен напором стихии в прошлом году. На объекте уложены железнобетонные балки, строители выполняют все запланированные работы в соответствии с графиком, чтобы своевременно открыть движение по новому мосту. Комментирует информацию главный инженер управления Карачаево-Черкеско-Автодор Муаят Хутов. Мост после того, как будет закончен, он будет соответствовать всем современным нормативным нагрузкам и будет выдерживать нагрузку в 100 тонн. Однозначно будет выдерживать все те нагрузки, которые здесь могут передвигаться, те же синовозы, те же строительная техника, которая через него передвигается. На базе отделения Народного фронта во всех регионах страны развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушении указа президента страны о частичной мобилизации, а также по проблемам организации бытомобилизованных. Подробности сообщил член регионального штаба Народного фронта в Карачаево-Черкесии Денис Струговцов. Уважаемые жители Карачаева-Черкесии, на базе отделений Народного фронта во всех регионах России развернуты центры содействия тем, кто ошибочно призван на службу в нарушении указа президента о частичной мобилизации, а также по проблемам организации бытомобилизованных. Мы принимаем обращение по адресу город Черкесск, проспект Ленина 34, офис 39А, WhatsApp 8 928 027 41 22, а также социальные сети ВКонтакте и Одноклассники. А также социальные сети Народного фронта в Карачаево-Черкесской республике, ВКонтакте и Одноклассники. И в заключении хочу сказать, что мобилизация – это закон и требования сегодняшнего дня. Но любые нарушения закона и халатность в этом вопросе недопустимы. Банк России публикует на своем официальном сайте список компаний с признаками нелегальной деятельности. Это финансовые пирамиды, черные кредиторы, нелегальные профессиональные участники рынка ценных бумаг, в том числе нелегальные форекс-дилеры, комментирует информацию заместитель управляющего отделением Банка России по Карачаево-Черкесии Руф Тугов. Список компаний с признаками нелегальной деятельности можно найти, кликнув на раздел «Проверить финансовую организацию» на главной странице сайта Банка России. После этого в поисковике можно указать название, ИНН, либо адрес сайта организации. И если компания окажется в этом списке, то стоит насторожиться. Скорее всего, это мошенники. Сейчас в перечне уже почти 7 тысяч сомнительных компаний и интернет-проектов по стране. Банк России выявляет их при помощи специальной системы мониторинга, а также на основании обращений граждан и организаций. Данные обновляются ежедневно. Публикуя этот список, мы в первую очередь стараемся предупредить жителей о возможных мошенниках, своевременно ограничить общение с такими компаниями и свести к минимуму потенциальные риски. В Адагихабальском районе прошло мероприятие, объединившее проекты «Равно обучает равного» и «Драйверы развития». Встреча была направлена на выявление и устранение причин, способствующих употреблению наркотических средств и психоактивных веществ, патриотическое воспитание и профилактику терроризма и экстремизма. В станице Преградной Урупского района завершилось строительство спортивной площадки ГТО. На объекте общей площадью 352 квадратных метра расположены тренажеры, турники, установлено освещение и резиновое безопасное покрытие. В республике с каждым годом растет число жителей, занимающихся спортом, и за последние 9 лет их число увеличилось более чем в три раза. Одной из ключевых ролей в этом играют развитие спортивной инфраструктуры и популяризация здорового образа жизни. Радио России. Карачаево-Черкесия. Погода. По сообщению синоптиков Республиканского гидрометеоцентра, сегодня по Карачаево-Черкесии ожидается облачная с прояснениями погода. В горах с мокрым снегом днем преимущественно без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 19 градусов. В горах местами плюс 7-12, в Черкесии днем без существенных осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду, а столбик термометра поднимется до 18 градусов. Это все новости к этому часу. С ними познакомил Марти Киев. Берегите себя и своих близких. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова